добрый день уважаемые дамы и господа с вами константин белый я отвечаю на ваши вопросы отопительный сезон идет погода чудит прибавляет все новые новые катаклизмы и люди иногда надеясь на то что зима там быстренько проскочит в этом году не проскочила дала о себе знать и кажется не у всех получается легко отопиться поступает очень часто вопросы как дешевле отопиться как меньше потратить топлива и чтобы тепло было в доме топлива не тратилась и многие даже говорят ну как вот одну закладку дров сделать да или там кто-то угля все и чтоб это ну вот на день хватило чтобы как ну можно легче отопиться я спрашиваю как отопиться одной закладкой ну реально да реально если у вас очень маленькие теплопотери если у вас очень маленький дома печка большая если у вас очень теплый дом что низкие теплопотери потому что самое главное вы запомните для себя вы не просто отапливаете дом вы просто напросто восполняете тепло потери ваш дом теме теряет тепло вы восполняете эти теплопотери получается чтобы меньше топить нужно меньше терять вот самый главный принцип если дом как решето хоть так и топитесь не топитесь у вас все равно будет холодно поэтому вы должны для себя первую очередь понять где вы теряете тогда найдете откуда все это это ну восполнить чем восполнить чем выше потери тем больше затрат поэтому вот то что вам там начинают рассказывать там печку зажмите вот подойдете печка теплая как вы не зажмите типичку но если у вас теплопотери здания допустим 2 киловатта в час а печь вам выдает в это время столько 200 ватт вы замерзнете 2 киловатта потеряли в час 2 киловатта в час восполните это примерно грубо ну около килограмма дров зависимости от влажности там если совсем сухие то может быть это полкило но принцип остается один и тот же сколько потеряли столько и восполнить поэтому я в основном на эти вопросы сильно и не отвечал и вот уже люди просто ну шо ж есть что я там молчу что же я не то сам потому что все я уже об этом очень много рассказывал и поэтому хочу вас еще раз подвести к вот этой мысли что прежде чем отапливаться нужно посмотреть а что вы теряете многие скажут так как я могу посчитать ну посчитать несложно для этого есть математические вычисления для этой есть разница температур для этого есть математические вычисления имеется ввиду мы должны посчитать толщину стен теплопроводности и еще какие-то то что-то войско окна есть проемы какие-то вентиляция какой у вас потолок какой пол и все это все пересчитывается теплопотери высчитываются в принципе более-менее точно есть примерные это вот так вот некоторые говорят вот 100 ватт квадратный метр это примерно это до такой степени примерно что ну ну пользуется этим методом да приблизительно но самое главное есть ваше ощущение есть градусник вот вы видите на стене градусник вам нужно чтобы было 20 градусов и вы будете топить топить и топить чтобы у вас было 20 градусов и вы когда сожжете сколько топлива то вы можете посчитать сколько у вас теплопотери если оно будет стоять ровно 20 градусов при этой наружной температуре не забывайте еще в ветре вот у нас сейчас около минус 10 на улице и ветер очень даже хороший ну котел приходится держать 85 градусов а до этого я я держал и 60 и 50 теплоноситель по радиаторам у меня доходит уже почти до 50 градусов ну это у меня своя система потому что у меня еще теплые полы и все сам факт вы должны понимать что ниоткуда тепло не возьмется вы его нужно только беречь и восполнять теплопотери вот запомните это а там что вам начнут говорить вот вы возьмите там вечное бревно воды налейте вода имеет хороший теплоемкости для испарения много калорий заберет поэтому не верьте этому это все чушь некоторые говорят а мы там расщепим воду и получим водород и кислород и чтобы расщепить воду нужно дать тепло и очень большое тепло да все это при должно вестись при катализаторе то это простой печи это не делается это совсем другой принцип и не надо вот сюда даже ходить запомните если у вас нормальная печь с хорошим дожигом то вы всегда натопите дом если у вас низкие теплопотери и топить будете столько сколько потеряли я уже повторяюсь который раз для того чтобы лучше лучше услышали меня но самое главное самое не верьте вот этим которые никогда ничего не считали и говорят слушай меня я тебе скажу и у тебя будет откуда он знает что у вас там дома и что у вас будет поэтому просто-напросто начинайте думать у вас вполне все получится физику учили все что непонятно спрашивайте я стараюсь отвечать да не так часто потому что работы много я отвечаю уже при по накопившимся фактам по количеству в одну ваших заявок писем и тех звонков что вы мне звоните просто так расчеты я не делаю не из-за того что у меня просто нет времени заниматься расчетами расчеты может сделать даже школьник дайте ему только формулу и дайте ему все параметры и посчитайте ваши теплопотери пока у меня все всем доброго